приветствую друзья хорошо что вы здесь уже наверное догадались к чему дело идет пришло время очередной вылазки пора найти место каждому из этой светящейся партии на этот раз локация очень непростая я мало что о ней знаю и ни разу там не был но точно знаю где она находится обещаю будет интересно один я туда не пойду не то чтобы зассал просто хочу разделить радость открытия с кем-нибудь еще ну или разочарованием как попрет в любом случае по слухам местечко бомбическое давай отвратительно не повторяй за мной хуже не надо по верху беги в напарнике возьму с собой антоху вы могли узнать его из прошлых моих роликов рыжая бестия на носу выходные и мы решили провести их в приключениях давай все пойдем тут ветер в этот раз решил ксюшеньку с собой не брать место все-таки неизвестное мало ли что может случиться не хочу пекать пусть остается дома так мне будет спокойнее да и она особо не горит желанием туда идти а вот в антохе я уверен да и даже если что случится и у не жалко молодая кровь свежее мясо шучу конечно учеблись что так не понимаете не так шучу это у меня юмор такой раз чё ты говоришь да я наверное жути нагоняю в самом деле что там может произойти но самая жопа в том что когда думаешь именно так то тогда и происходят самые неожиданные расклады надо быть готовым ко всему поэтому физкультурка это дело святое небольшая отсылочка прошлому стриму кстати спасибо всем кто был тогда очень лампово посидели и чтобы не пропустить следующий поток посадите колокольчик тогда вам придет уведомление когда я в следующий раз подрублю ну а пока я собираю все необходимое и выдвигаюсь дорога не близко и пора раскрыть все карты куда же мы направляемся мне уже давно рассказывают про один заброшенный лагерь в лесу скорее даже база отдыха или что-то типа того очень любопытно по слухам она уже давно не функционирует но сто процентов уверенности что там никого нет нет мы на месте я сейчас слушаю и вроде звуков никаких нет поэтому наверное мы там будем одни и это будет очень классно нам никто не помешает местечко конечно бомбическое просто посмотрите вода лес осень макс кош там будет не будет а типа его песни там джеки какие-то какая благодать на самом деле тишина манча пойдем вот дверь она закрыта точно точно какая дверь зачем нужна дверь если тут нет забора входим появляются первые домики ну по первым признакам людей вроде нету да дома такие дома хочешь отдохнуть вот пожалуйста приезжай забирай ну в плане когда это все функционировало так ладно давай подумаем куда можно поклеить надо на ледную часть там окно разбит погоди на открыт что ли это второй этаж и первый да на втором этаже дверь открыта тут замок вверху давай подергай пузыри давай лезь проверяй аккуратно антоша дерни сильнее открывать не упадь бы уголь кровать матраса а это чё ничего не пиздим а пластилин есть пластилинчик давай короче знаешь куда когда мы наклеим а она свет не будет забирать здесь давай выходить а я вот хочу вот сюда кстати слышу сюда звук что-то уже ключит нахуй здесь учебом греете вообще я хотел сюда прийти с абсолютно другой работой но так ее и не нарисовал плюс подвернулся этот светящийся состав поэтому опять кадама чё-то я с ними зачистил есть такое красавчик конечно чек не в общем открыт она или нет а я туда схожу посмотрю трупов нет ну короче тут нихуя делать никакие не плющенко не желаете в ротик я его поёбываю плющенко этого прикольный над зонтик ну тут никого нет ладно всё шаткое просто кошмар о тут ещё какие-то карты карта звёздного неба карта мира карта мира политическая ну короче однотипные три домика стоят у нас семь годам всего лишь я думаю тут одного хватит заходи маня мне ещё в принципе знаешь в таком домике зачилить как бы вообще классно ну блин чувак это то самое место которое я тебе говорю да ебать я нашёл да 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 о да 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 ух ты да где ты хер с ней с этой дверью смотри что нашёл да 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 расписание автобуса да много еще личных и здесь явно побывали мародеры самое интересное уже забрали да и нам нахуй в принципе личные не нужны пописать когда поем нет уже давно запустение явно давно тут запустение говорю никого здесь нет уже довольно долго не видишь что ли на самом деле территории здесь довольно большая не уверен конечно что мы обойдем тут все но что получится посмотреть то посмотрим я здесь уже не залезть здесь уже жестко тут еще более-менее такой домик говоришь и более-менее такой домик полезем японии здесь кто-то по японии угорал какой год 16 год ну понятно 16 год с этого времени есть на людей то и не было больше этот стрит-арт нацелен скорее всего на таких же любопытных людей как и мы которые пришли сюда посмотреть на увядающие постройки и заценить атмосферу заброшенных мест прыгающий кадамы какие кто-то будет ломать стекло из-за того чтобы его достать гавнюки не ломайте стекло пусть висит жизни кадам важны да 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 все понятно здесь а смотри-ка кроликов держали что ли кроликов как будто держали здесь да пойдем когда может сюда посадить что может в тот сначала не хочешь ну давай в этот сначала в целом балдежное место мне прям очень нравится коптильня какая-то здоровенная коптильня здоровенный дом закрыли видишь да ну закрыли его вот этим креслом а ну-ка так если бы я посинял нашел скватирую не хочу как говорится он не трогай его пускай нахуй нам нужны чужие вещи нам уже не нужны чужие вещи закрывать желаешься спиздить сюда ездить а-та-та давай конечно смотри там трафареты трафареты вода но вода уже старая видно хочу вот сюда одного учитывая что проходимость здесь довольно низкая надеюсь что эта партия проживет дольше всех я всегда так говорю но как правило их срывают на третий день нахуй оттоповаретики деревьев relying на домовую сшевел я сшевел посмотри сразу смотри спнулся ты выпускник по-моему ты выпускник нахуй нахуй Да, я понял, тут есть свет, тут реально как-будто тут живет. Сиденья такие уже пыльные чуваки, они все тут и поняли. Ну ладно, да я понял, я вижу, что здесь как-будто тут живет. Блин, интересно, а кто? Давай, короче, следующий вон тот дом. И из окна у нас с тобой черный, чтобы лежать мужик такой, говорит, кто такие? Я вас не знал, иди нахуй. Какая-то, смотри, будка. Да-да-да, наш шашлык у нас съел. Кого-нибудь. Не хочу на шашлык. Смотри, в собачьей миске еда и вода. То есть здесь абсолютно недавно кто-то был. Закрыто на ключ. Смотри, даже в облах висит. То есть здесь, короче, реально кто-то живет. Да не трогай ты ее, блин. Кошка, смотри, смотри, кошка. Пойдем отсюда. Хотя, стоп. Оставим сюрприз хозяину. Представляю, он возвращается по темноте и видит, что на его доме что-то светится. Вот так по плану и должны работать мои светящиеся кадамы. Неподготовленный человек может реально обосраться. Вот так, да. Антенна. То есть по-любому ты кто-то есть. Да что, попробую-то она сюда идет. Смотри, котофейчик-то хороший. Кис-ки-ки-ки-ки-ки-ки-ки-ки-ки-ки-ки. Кис-ки-ки-ки. Ты мой маленький. На, понюхай сначала. Пойми, что я добрый. У тебя же там куча еды. Прикольно тебе здесь живется. Кто твой хозяин? С третьего выряды. Какая прелесть, господи, какая прелесть. Ничего себе. Ого. Сон, какого? Тебя не знаю. Карл Павлович. Меня интересует вот так расстроена. Силька большая. О, да. Мне вот он к ней подход. Мне здесь нужно, в принципе, уйти. Но главное сейчас звук отнять, потому что они на ней нажимают. Почему? Потому что если здесь этот хозяин как-то, то он придет сюда 100%. Ты можешь за ним поет? Он пойдет на звук. Он же не громкий. Что-то я их в чех одного цвета взял. А не цветонакопительный. Цветонакопительный. Это самое классное место. Сон, это дом Ярла. Бильярдный стол. Что? Бильярдный стол, Антон. Я так прикидываю, территория довольно крутая. Мне кажется, в разгар сезона здесь можно было реально классно отдохнуть. Это актовый зал. Антон, блядь, смотри. Актовый зал. Будь готов, всегда готов. А, это просто... Что написано? Это кофе. Кофе Хаус. Смотри, карта. Это какая-то хрень, типа, походу, корпоратив, что ли, был. Да, смотри, копия. Сколько тут этих? Ебать. Грамот. Пионесский. Это пионесская кофе. Значки. Абсолют. Забитая дверь. Антон сказал, что его интересуют крутые плакаты, и он нашёл самый классный плакат, который можно было здесь найти. Ну-ка, посвяти. Левчата. Ну, ты куда тебе? Да, она рыженькая, как я. Что ты думаешь? Я понял. Принцип твоего выбора. Так, вот это сейчас, на самом деле, хуёво ты сейчас делаешь. Да всё. Формация здания мне очень нравится. Блин, жалко я не попал сюда, когда всё здесь работало. Так, вот в здании ещё два этажа. Второй и минус первый. Включнём, наверное, второго. О, Антон, иди сюда. Чё? Тебе это понравится. Почему? Потому что, во-первых, рыжие, во-вторых, полуголые дамы. Да нет, нет, дама сердца у меня есть, я пошутил. Подумай. Да, фу, как-то. Там диск, кстати, какой-то игры был, я думаю, ты её знаешь. Где? Сплинтерселл. Вон лежит. Смотри, сколько игр. Просто дохера игры для компьютера. Параграф 78. Смотри, GTA-ха. Ебать, GTA-ха на диске. Какая? San Andreas? Плюс ничего, чё ню-то, блядь. А тут все вообще нетологии. Вайсити Делюкс, я помню, это дичь вообще. GTA-мод. Ну, понятно, пираты, в общем, развлекаются. Старикам здесь не место, чувак, посмотри. Там есть диск? Там есть, забирай просто это, блядь. Я тебе говорю, это то, что надо... Всё, забирай. Это подарок тебе, судьбы просто, нахуй. Я тебе отвечаю, это три часа кайфа. Четыре обладачи и премии лучше. Бери. Окей, окей. Короче, сейчас надо подыскать местечко, где можно наклеить Кадама. Я думаю, что круче всего будет смотреться вот на этом стекле. Потому что она просматривается довольно с широкого угла и с той стороны в том числе. Откуда мы зашли. И я хотел бы ещё хотя бы раз притащить кого-нибудь сюда, посмотреть, как они светятся в темноте. Ну, тут получится, как получится. Ребята, короче, это подвал этого помещения. И мы, наверное, туда пойдём. Ну, сейчас нам уже надо валить. Я думаю, можно организовать вторую часть этой вывески. И полазить уже по оставшимся домикам и зайти туда в подвал. Короче, если вам нравится эта идея, то поставьте лайк. И мы снимем вторую часть, как мы лазим по этому замечательному месту. Посмотрим уже все домики до конца. Тут их много. Тут их реально много. Вон там, блядь, двуга куда-то заходит там вниз в путь. Возможно, мы как-нибудь даже встретим хозяина этого дома. Я вот с удовольствием бы с ним пообщался, вообще поговорил. Увидел бы его. Что это? Смотри, у него здесь... Только если мы не будем там копошиться. Да не, мы же ничего не взяли, правильно? Ну, кроме одного фильма. Да, который нахуй никому не нужен. Я тебе дам, нахуй никому не нужен. Ну, да. Старикам здесь не место. Я очень хотел подснять, как они светятся в темноте. Но когда поехал туда на следующий день ночью, настроил свою экшн-камеру неправильно. И поэтому ничего не заснялось. Ну, они светятся. Блин, жалко, вы этого не видите. А ещё в том доме, где жила кошечка, я увидел, что из окна доносится свет, такой слабенький. Ну, как будто от фонаря. Блин, вот тот момент был немножко не по себе. Я специально одного оставил, чтобы разыграть его среди вас. Ну, как сувенирчик, мне кажется, будет классно. Короче, ничего сверхъестественного. Просто лайк, комментарий, подписка. И мы рандомно выберем обладателя. Если вам понравился ролик, то обязательно оцените его. Мне это очень важно. Такая активность двигает канал. Ну, понимаете. В течение недели до выхода этого видоса я в инстаграме постил разные фотки с этой вылазки. Так что, если хотите немножко цепануть заранее, то подписывайтесь. У меня есть группа ВКонтакте, а там вы можете выложить на стеночку свои работы. Соберёте лайчонков, покажете свой труд миру. Почему бы и нет? Всем большое спасибо за просмотр. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok